МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры проекта, студия семейного кино «Перфекто» и творческое пространство «Птица-птиц». Что это за вид? Мы же в прямом эфире. Ну что не так? Конец учебного года. Я так устал. Ну же, давай, выпрямись, бодрись. Ну, можно начинать. Всем привет! Вы смотрите самую увлекательную, развлекательную и просто веселую программу «Отдых-хайп». И с вами ее ведущие. Непревзойденная Оля Сергеева. Просто Оля Сергеева. И просто Камиль Баширов. А наши зрители смотрят нас на канале национального телевидения «Чуваши», а также в официальной группе ВКонтакте «Медиа-центр» Куча Мала. А если мы вам ну очень понравимся, то обязательно смотрите повторы на официальном сайте национального телевидения, ну и в той же самой группе ВКонтакте. А также не забывайте, что сегодня мы устраиваем розыгрыш на вот такую вот книжку-шпаргалку. Нет-нет-нет, Камиль, это справочник. Русские, между прочим, мы не пропагандируем списывание. Всего лишь свой ум. Верно. И чтобы стать победителем нашего конкурса, вам необходимо репостнуть запись прямого эфира в группе ВКонтакте, а также поставить лайк. Ну и пока вы будете лайкать, репостить, у меня вопрос к тебе, Камиль. Ты почему устал-то? Ну, по-моему, это очевидно. Конец учебного года и столько контрольных за один день – это просто невыносимо. Что ж, предлагаю альтернативу – домашнее обучение. Домашнее обучение? Ну, да. На домашнем обучении могут учиться только люди с ограниченными возможностями. Да, еще это скучно и так далее и тому подобное. Нет. В действительности есть три вида домашнего обучения. Это непосредственно индивидуальное домашнее обучение и еда. Туда переходят дети по причине здоровья. Второе – это дистанционное обучение. Ты контактируешь с учителем через онлайн-связь и задания тоже отправляешь в онлайн-школу. Ну, последнее – это семейное обучение. Ты сидишь дома, читаешь учебники и сдаешь в конце года аттестации. Вот именно на это обучение ты можешь поступить. Как и наши зрители. Да, поэтому обязательно пишите в чате, хотите вы поступить или нет. Мы обязательно прочтем и пофилософствуем по этому поводу. Ну, я все равно не понимаю, как можно уйти на домашнее обучение и оставить своих друзей в школе. В смысле оставить? Камиль, ты же в любом случае можешь с ними видеться после школы. Ты не обязан с ними прощаться. Ну, не знаю. Ты, конечно, в чем-то права. Но лично я со своими друзьями привык видеться в школе. Мы обычно дурачимся, веселимся. Иногда даже прикалываемся над учителями. Конечно же, не жестко. Мы их очень любим. Да, да, да. Конечно. В общем, проводить время впустую. Ведь на домашнем обучении ты, во-первых, у тебя нет перемен. Во-вторых, у тебя нет под боком какой-то одноклассник, который вечно тебе мешает. Во-вторых, ты сам решаешь, что тебе углублено изучать. А в школе от тебя требуют слишком многого. То есть ты максимально перспективно на будущее смотришь. Ты, конечно, как всегда права. Но. Но нет. Ведь почему? Ведь потому что на домашнее обучение ты приходить не хочешь. А почему? Объясни. Не знаю. Но ты так интересно рассказала. И все же я задумался, не перейти ли мне на дистанционное обучение. Потому что я достаточно много времени провожу за компьютером. И, наверное, этот вид обучения мне бы подошел. Ой, как и всегда дистанционное обучение. Есть, на самом деле, большой минус этого обучения. Это стоимость. В среднем цена варьируется от 5 до 12 тысяч в месяц. В общем, не каждый согласится. 12 тысяч в месяц, по-моему, это вообще неразумная плата. И, знаешь, я, наверное, останусь в школе. Ну и оставайся. А вот что, если кто-нибудь из одноклассников пришли прийти? Ты хоть поддержишь ты его? Ну, конечно, поддержу. Ведь это мои друзья. Я постараюсь помочь, подсказать. Ведь я же идеальный друг. В общем, себя не похвалишь. Никто не похвалит. Оль, вот мы сейчас с тобой разговариваем, разговариваем. И я понял, что ты сама хочешь перейти на домашнее обучение. И даже завлекаешь меня. Ну, насчет завлекаю я не уверена. Но на домашнее обучение, да, я очень хочу перейти. Однако есть свои нюансы. Но когда у меня нет категорически просто времени на какие-то свои творческие проекты, сценарий написать или статью, например, то очень хочется перейти. Но в то же время я понимаю, что у меня остался год итоговых экзаменов. И я просто буду не успевать проходить всю, получается, 11, ну, программу за 11 класс и готовиться к экзаменам. Ну, это же просто все наваливается на себя. Ну, как обычно. Многие думают, но никто не решается. И поэтому я предлагаю посмотреть опрос наших граждан, мнение которых также важно в этом вопросе. Да, кроме того, Марина Евгеньевна, работница Управления образования города Чебоксары, скажет все на законодательном уровне, как это работает. Так что смотрим. Кто приходит на домашнее обучение? По моему взгляду, приходят люди, которые не смогут самостоятельно приходить в школу. И у них есть какие-то, возможно, физические привлечения. И поэтому они обучаются дома. Люди, наверное, которые хотят больше получить знаний, которые больше обучаются. Может быть, люди, которые путешествуют. А как ты считаешь, сложнее ли на домашнем обучении, чем в школе? Мне кажется, в каком-то плане, да, это сложнее, потому что тебе приходится познавать информацию самому, искать самому и обучаться этому самостоятельно. Но в этом есть большой плюс, то, что ты познаешь сам, и это намного перспективно для тебя в будущем. Нет, наверное, потому что легче должно быть, так как ты находишься дома у себя, твой дом, твоя атмосфера. Некоторым, конечно, легче будет, потому что они боятся, особенно робким детям, которые боятся учителей, боятся высказываться. Им легче, конечно, но большинство, мне кажется, больше половины ученикам все-таки будет труднее дома, им хочется общаться. Больше общества, там, не знаю, внимания, то есть с детьми, там, общение, там, у них развитие детей больше, ну, как, лучше, наверное. А сама, как ты, за или против домашнего обучения? Скорее всего, за, потому что это лучше намного для тебя. Ты обучаешься сам и узнаешь для себя что-то новое. Я не тройно к этому отношусь, но это хорошо, что есть такая возможность. Мы знаем, что сейчас дети учатся в школах. А есть ли какие-то другие формы получения образования? Да, такая возможность имеется. У нас имеется индивидуальное обучение и предоставляется возможность перейти на семейную форму обучения. А чем они отличаются? Индивидуальное обучение на дому рассчитано на детей, которые находятся на длительном лечении, или детей-инвалидов. Для того, чтобы перейти на индивидуальное обучение на дому, родителям необходимо обратиться в общеобразовательную организацию, написать соответствующее заявление и приложить медицинскую справку. Семейная форма обучения, она немножко отличается. Здесь главное отличие в том, что родители самостоятельно выбирают эту форму с учетом мнения ребенка и обучают детей дома самостоятельно. Сколько детей в Чебоксарах перешло на индивидуальную семейную форму обучения? На индивидуальную форму обучения перешло в настоящее время 129 обучающихся. На семейную форму перешло 142 человека. Вы смотрите программу «Отдыхать» на национальном телевидении Чуваши. И тему сегодняшнего эфира – домашнее обучение. Кроме того, у нас сегодня в гостях девочка Соня Родионова, которая перешла на домашнюю форму обучения. А конкретно семейную, да, Витя? Привет. Да, приветик. Привет. Соня, ну давай начнем наш разговор. Да. Вначале мне хотелось бы поинтересоваться, как ты пришла к домашнему обучению. Это было твое личное решение или решение мамы? Это было решение мамы из-за того, что я очень плохо... Я ужасна на самом деле в русском, и мама все начальные классы со мной сидела. А потом она заглянула уже... Когда я заканчивала четвертый класс, она заглянула в учебники пятого класса, ужаснулась, испугалась, сказала, что она ночью со мной сидеть и это зубрить не будет. И поэтому мы перешли вот как раз на семейное обучение. Твоя мама уже, получается, на тот момент знала о домашнем обучении, о наличии такого. Да, но она просто испугалась, что она не хочет со мной тратить ночи напролет, изучая русский язык, хотя это очень увлекательно, я думаю, да? И поэтому она решила искать другие методы. Был еще... Можно было как раз-таки сделать, как многие сейчас ребята делают. Они учатся в школе, потом у них репетиторы вечером, потом они выполняют домашнюю работу за школу, потом по репетиторам домашняя работа. В общем, не жизнь, а сказка, как обычно. Да. А вообще, вот всех интересует конкретно, как проходит эта форма обучения. Никто толком-то и не знает, и не сталкивался с этим. Ну, то есть, как я провожу? Да, да. Ну, я встаю где-то в пять, потому что чем раньше ты встаешь, тем ты продуктивнее на самом деле. А встаю у меня, получается, я учусь, я зарегистрирован в Санкт-Петербургской школе, и поэтому у меня, моя школа предоставляет мне билеты по разным предметам. Я их сдаю в течение года, то есть не в конце, в самый последний момент все предметы, нет. А вот в течение всего учебного года я сдаю каждый предмет. У меня есть билеты, я их учу, их очень много, и они огромные. Ну, то есть, лист, это один ответ. А вообще конкретно, что на этих билетах? Вопросы? Вопросы, ответы. Ну, скажем, да, ответы, ну, скажем, по истории, ну, как обычные билеты, а по математике там просто задачки и ответы. Конечно, там цифры меняются в этом, когда уже экзамен, но способ решения такой же. А как проходит твой экзамен и вообще как проходит... Аттестация? Да. Аттестация. Ну, здесь все намного интереснее. Вы знаете, всякие легенды по... Как будут в будущем сдавать ОКСК? Вот, например, так же. У меня стоит камера на шкафу, стол должен быть чистый, я его даже протираю. Поэтому комната, кстати, чистая именно на столе. Дальше мне можно воду поставить, потому что в среднем у меня может длиться 3 часа экзамен, или 4 даже, да, 4 вроде. Вот. И компьютер стоит, листочки, и выпадают билеты, которые у меня вот в этой школе есть. Это на компьютере выпадают билеты? Да, выпадают билеты, я пишу на них ответы, а потом отправляю обратно в школу. А как ты отправляешь? Фотографирую просто. Понятно. А сколько дней в неделю ты учишься? 24 на 7, на самом деле. А выходные, праздники? Ну, вот если бы я училась в понедельник, скажем, иногда, знаешь, так популяться хочется. В общем, если быть продуктивной, то можно вообще почти не учиться, да? Но я бы не называла свою учебу прям учебой. Она не предоставляет мне такое прям, вот, нужно садиться, учиться. Нет, это все весело и увлекательно, на самом деле. Кстати, вот еще про аттестацию. Откровенный вопрос. Пробовала списывать. Как-то раз, когда я как раз-таки переходила, я в пятом классе перешла на самообучение, получается, в середине года. И, в общем-то, русский, ну, как я уже сказала, у меня ужасно не получился. В общем, мама такая, Соня, разрешаю тебе списать. Давай, заклей куда хочешь. Ну, типа, мне нужно, чтобы ты вообще сдала хотя бы на три. Я сдала на три, но шпора у меня была, она была на окне. У меня стоит стол, получается, окно передо мной. Но, понимаете, там камера, и там видно, куда я смотрю. И мне было так страшно, что меня запалят. А еще мы включали несколько раз камеру, и шпаргалка попадала на камеру, поэтому приходилось там перевешивать. В общем, было все страшно. И в итоге я весь этот экзамен вот так вот взяла. Нет, нет, нет у меня шпаргалки, что вы такое? В общем, посмотрела я на два раза и не воспользовалась. Вот точно так же мы себя ведем в школе, чтобы нас учитель не спалил. Слушай, а мне интересно, вот ты все-таки подтянула русский язык или все так же? Я скажу, что он улучшился. Во-первых, оказывается, я обожаю пунктуацию. Орфография, вот это страшная штука, но пунктуацию я просто могу часами разбирать, как построено предложение. Это прям увлекательно, я могу сказать. А подтянула ли? Я могу сказать, что да, наверное. Ну, виден прогресс. Я раньше думала, что диктант написать без ошибок – это нереально. Вообще, вот представляешь то, что ты диктуешь текст и написать все без ошибок? В смысле? И так можно разве? Ну, наверное, можно. Все, да, вот эти все диктанты, все стихотворения, нам это диктует кто-то. Как у тебя это? У меня есть записи. У меня, получается, записан голос у человека. И, да, вот я слушаю и пишу. Ага. А вот, на самом деле, у меня первый раз, помню, я включила запись, а там прям такое шипение было. Ну, прям диктор шипел. И я такая, господи, как это слушать? Помогите. Вот. Вот, с перехода на домашнее обучение. Считаешь ли ты, что как-то лучше, возможно, школьников обочины? Лучше или умнее? Умнее ли я? Да. Нет. Не думаю. Ну, то есть ум, он не определяется вашими знаниями по математике или английскому, как мне кажется. Это все-таки, ну, если ты умеешь думать, ты будешь думать вне зависимости от того, где ты находишься. Если ты глупый, ты хоть читай там Митша, хоть читай Пушкина, ты все равно будешь не осознавать, осознавать не будешь, что читаешь. Вот. Поэтому не думаю. Но если ты имеешь в виду то, что по знаниям школьным, то могу сказать, что, возможно, я в некотором роде вас лучше чуть-чуть. В том плане, что я уделяю больше внимания любимым темам, а вы этого позволить себе не можете. И очень часто у вас, ну, скажем, моя любимая тема в истории, это Александр Первый, а если во всемирной, то греческая мифология и вообще Греция. Я их знаю на следующей системе, я могу вам лекции прочитать, я серьезно. Это очень весело, это потрясающе, но я понимаю, что если бы я училась в школе, я бы этого не знала. Более того, вам в школе очень часто навязывают какие-то предметы. И получается так, что вы ненавидите этот предмет. Возможно, вы ненавидите его даже из учителей или из-за одноклассников. Хотя этот предмет вообще ни в чем не виноват. Привет, тема любимчиков. Да, абсолютно верно. В общем, школа прикольно, но... Мне стало интересно, ты училась и в обычной школе, и учишься онлайн дома. Что же, где же лучше? Ну, есть свои минусы, есть свои плюсы. Скажем, плюсы школы в том, что все-таки школа учит вас с одноклассниками как-то содействовать. Социум. Да, это социум, и тебе приходится с ним мириться. То есть в будущем, если ты будешь работать, и у тебя будут люди рядом с тобой, которые вообще с тобой ни по каким темам не схожи, ты с ними найдешь общий язык, ты сможешь с ними работать. Я? Вот здесь вопрос. Конечно, я, наверное, возможно, я смогу. Я надеюсь, что мои социальные науки помогут мне. Но не факт. Но если меня, скажем, спросят о какую-то тему, которую я... Какие темы по математике я не знаю, какие мне... Ну, например, я не знаю, сейчас сложно объяснить. Если у меня... Я знаю, где я не права, где я... Пустые мои пробелы в математике, в английском, в русском, я их знаю. Я могу учиться сама. Вы мне дадите какой-то предмет, да хоть философию, я смогу его выучить. Вы, возможно, это под вопросом, это уже зависит от ваших навыков. Так, школа в вас вдалбливает знания. Ну, как всегда, минусы, плюсы. Конечно, они есть. Масштабные. А вот теперь другая масштабная тема – ОГЭ. Мы знаем, ты сдаёшь в этом году ОГЭ. И вот как у тебя проходило? Мы документы в школе оформляли, а ты как это делаешь? Ну, мне мама очень сильно помогала. Она ходила в школу и сказала, что я буду сдавать литературу английский. Вот. То есть ты защищена к другой школе. Нет, я уже считаю, что я закончила девятый класс, но у меня осталось ЕГЭ сдать, чтобы дозакончить. И я бы дала документы в школу на основе того, что я типа закончила девятый класс. В общем, там на самом деле всё сложно. Я даже сама боюсь, что не смогу объяснить всё. Понятно. А ты можешь рассказать, как ты сейчас общаешься с друзьями и своими одноклассниками? Ну, вот. Мы сейчас находимся на трансляции «Куча мала». Вот там вот эта студия, в которую я хожу, там прекрасные люди. Все ведущие, они реально такие в жизни и вообще они самые крутые люди. Вот. Также вот там я и общаюсь. То есть одноклассники – это не основные твои друзья, а именно вот другое общество? Да, одноклассники же, по большей части одноклассники ваши, они же, как сказать, пришёл-ушёл, имеют разные с вами интересы. А общаться с людьми, у которых с вами одинаковые интересы, намного интереснее. Извини за токтологию. В 10-11 класс собираешься? В школу ты имеешь в виду? Ну, не, не в школу, хотя, может быть, и в школу вообще. Так же дома или? Дома, наверное, потому что сейчас я как раз-таки занимаюсь любимым делом студии. Здравствуйте. Подписывайтесь на «Куча мала», приходите, у нас очень интересно. Я патриот своей студии, так скажем. Я сейчас занимаюсь там. И если бы у меня была школа, скорее всего, я бы меньше там занималась. И от этого мне очень грустно, на самом деле. Многие... Я поняла, чем я хочу в будущем заниматься, и сейчас этим занимаюсь. Вот. А вот теперь мы хотим тебя подготовить к, соответственно, ОГЭ. И подготовили листочки. Предлагаю, в принципе, их достать. Вот здесь литература, здесь английский. Мы знаем, что ты даёшь два этих экзамена. И наши гелевые шарики, которые мы раздадим тоже каждому. Эх, четыре. Эх, четыре. Запасные случаи, да, если что, тебе дадим. Так, Соня. У меня руки корявые. Сейчас, я давай сделаю это для тебя. Сначала доставай листочек. На самом деле, не страшно. И давай. А как это? Читай. То есть мне вдохнулись. А можно я вот так порежу всё до конца? Да, пожалуйста. На самом деле, я английский и литературу выбрала не от большого их знания. Так что не надейтесь, что у меня что-то получится. Я выбрала их потому, что решила потянуть. Мне на самом деле не сильно важны оценки. Сейчас. Давай. Где нужно будет? Действуй. Зачем я доставлю этот стих? А вы уверены, что мне не будет страшно? Сейчас шаг не улетел. Давай, давай, давай. У тебя всё получится. Давай. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И тем её, вернее, губы среди обольстительных сетей. Разврат бывал однокровный. Наука славился любовный. Сам о себе везде труда и наслаждаясь в любя. Прекрасно, Сонечка. Ты мой молодец. Мы тебя очень любим. Мы любим студию Перфекта. Точнее, студию птицы. Наших Перфекту-операторов. Спасибо им большое. Они самые лучшие. Да. Но сейчас нам надо переходить на рекламу. Но не забывайте, что завтра, то есть сегодня же, будет после этого чат. Так что не отрывайтесь от экранов. Мы ответим на ваши вопросы. Да. Смотрим пока что рекламу. Всем привет. Вы смотрите программу «Отдыхай» на национальном телевидении «Чуваши». И тема нашего сегодняшнего эфира – домашнее обучение. Вот Камилю прям не терпится подойти и посмотреть, какие поклонницы ему там пишут. Оль, ну что ты меня опять смущаешь? Мы вообще-то обсуждаем серьёзные темы. Ну давай уже начнём. Что же нам тут пишут? Пишут. Так. Тут пишут «Привет». Всем большое спасибо и всем тоже приветики. Так. Ну что бы вы тратили время на домашнем обучении помимо учёбы? Ну не знаю, я бы, например, помогал маме, потому что мне кажется, она за день очень сильно устает. Ну и возможно бы почаще ходил в кино. Ой, благие дела, конечно. Ну лично я, не знаю, я бы, наверное, фильмов побольше смотрела. Вот как-то в последнее время из-за учёбы вообще сериалы не могу посмотреть. Может какой-то. Так. Вот Евгения пишет. Всем привет. Мне кажется, обучение в школе гораздо лучше. Ну вот, да, Евгения. С одной стороны, Женя, ты права, потому что в школе ты можешь, ну, после урока или на уроке подойти к учителю, спросить, всё ли ты правильно сделал, какие у тебя ошибки. В школе также тебе могут помочь твои одноклассники что-то объяснить или даже дать списать. Ну да, это вот чисто мнение человека, который действительно любит школу. Вот Соня, например, она наоборот считает, что ей лучше на домашнее обучение. Ну, как говорится, сколько людей столько мнений, поэтому это всегда шикарно. Так, тут у нас Мишаня Порфирьев соглашается с Женей. Да, не тратить время на учёбу не каждый может много времени уделять. Миша Порфирьев спрашивает, какой бы у вас был распорядок дня, если бы вы были на домашнем обучении? Ну, не знаю, если бы я был на домашнем обучении, я бы, наверное... В 5 утра не вставал. В 5 утра бы я явно вставал, и в 7 тоже. Я бы, наверное, вставал в 9, в 10, когда спокойно высплюсь. А потом целый день занимался уроками. А вот в этом я, кстати, категорически не согласна, потому что мне действительно кажется, что утром мы более продуктивные. И вставать утром значит делать больше дел. Ну, это твоё мнение. Давай, почитаем дальше. Ага. Так. Так, бывшие одноклассники, связи с ними. Кстати, интересный вопрос. Женя Егорова опять задаёт вопрос. На что бы вы... на что вы бы тратили своё время, если бы не ходили в школу? Ну, в принципе, мы уже говорили. Это я сериалы смотреть. Я бы в кино ходил. Да, вот он бы в кино ходил. В принципе, всё то же самое, ничего нового. Так. В школе всегда случаются какие-то нелепые истории. Ну, в этом плане, да. Мы, девчонки, столько всего наговорим, там... Ох, вот вы точно не поймёте. Ну, мы не поймём, да. Ну, да. Мы, может... У тебя случается какие-нибудь ситуации в школе? Ну, каждый день что-то случается, но всё не вспомнишь. Дорогие зрители, вы можете ещё заходить в чат и писать ещё какие-то вопросы. А сейчас мы найдём что-нибудь интересное. Так, Жене очень нравилось учиться в школе. Ну, естественно, мне тоже очень нравится учиться в школе. Вот, честно, в моей школе очень классный актив. Из-за этого мы устраиваем мероприятия, очень много мероприятий. Это так сближает не просто класс, не просто параллель, а вот всю школу. Это безумно классно, безумно нравится. Женя Егорова опять пишет. Так что, если есть возможность ходить в школу, нужно ходить. Да, я с тобой согласен, потому что в школе мы общаемся, знакомимся и вообще в целом развиваемся. Да, это социум в целом, где происходит становление личности, как говорит мой обществовед. Это одна из функций школы. 61-й школа, привет! Так, что еще тут пишет? Так, вот тут, кстати, говорят про очень высокий уровень самодисциплины. Вообще, на самом деле, в этом плане очень согласна, потому что нужно хорошо контролировать себя, силу воли, мотивировать. Меня очень мотивируют фильмы. Вот, сериана Стивена Хокинга. Слышал этот фильм? Да, слышал. Во, там же так классно изобразили героя и физикой даже прям захотелось заниматься. А какие следующие мотиваторы вы можете узнать из нашей рубрики? Следующей рубрики. См... Все мы сталкивались с ситуацией, когда желание учиться пропадает напрочь. Но с этим чувством нужно бороться. И мы собрали несколько мотиваторов, которые подойдут даже для самых ленивых. Первый и самый сладкий лайфхак. После каждого сделанного упражнения или прочитанной главы награждайте себя чем-то вкусненьким. Это может быть шоколадка, мармеладка и, в принципе, все, что вам по душе. Так учеба будет ассоциироваться с чем-то приятным. Следующий мотиватор связан с путешествиями. Отправляйся на новое место, не забудьте взять с собой книжку. Тогда вы почувствуете, что обязаны прочесть ее. Ведь не зря везли за сотню километров. Еще одним главным мотиватором может стать красивая канцелярия. Всегда приятно писать в любимой тетрадке, смотреть на нее, брать ее в руки снова и снова, а следовательно получать новые знания. Развесьте фразы-мотиваторы по всей квартире. Поставьте соответствующие картинки на рабочий стол. Ведь чем чаще умная мысль будет попадаться на глаза, тем лучше. Моя самая любимая. Мечты не работают, пока не работаешь ты. Но последним мотиватором является возможность сделать добрые дела. Есть такие приложения, которые следят за нашей продуктивностью. Вот, например, Forrest. Сделал работу, посадил виртуальное дерево, которое разработчики обещают сделать реальным. И очень приятно осознавать, что ты можешь учиться, и это польза не только для тебя, но и для всего мира. Вы смотрите программу «Отдыхай» на национальном телевидении «Чуваши». И тема сегодняшнего эфира – домашнее обучение. Что ж, Камиль, тебя хоть чуть-чуть заинтересовало домашнее обучение? Да, очень даже заинтересовало. Я узнал много нового и даже, наверное, поделюсь с друзьями своими новостями. Но, с другой стороны, в домашнем обучении мне не понравилось то, что все экзамены и аттестации проходят полностью под видеонаблюдением. По мне, это вообще неприятно. В общем, решили выбрать вариант «Полегче» со школой. Ну, конечно. Где можно использовать этот карманный справочник, ведь пора подводить итоги. Камиль. Хорошо, хорошо. Да. Пожалуй, нам нужна барабанная дробь. И что ж, победителем становится Светлана Викторова. Мы обязательно с тобой свяжемся. Просто поздравляем тебя от всей души. Русский язык на все времена, как говорится. Ну, а пришло время, как бы, нашей традиции. И мы зовем сюда нашу любимую гостю Сонечку. Берем наш любимый рупор, где ты должна нам сказать какие-то напутственные слова. В общем, все, что хочешь. Ага. Да. Напутственные слова зрителям, да? Зрителям себе. Все-все. Да. Будьте продуктивными, будьте активными всегда. Сдавайте хорошо ОГЭ и ЕГЭ. И, в общем, пусть у вас все будет хорошо. Вот. Классно. На все времена. Жизненно. Ну, как говорится, смотреть бесконечно можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь. Ну, и, конечно же, как каждый понедельник на национальном телевидении Чувашия транслирует программу «Отдыхайп». Так что каждый понедельник в 4.00 смотрите. Смотрите нашу программу. Да. Ну, что ж, ничего не бывает вечно. Поэтому мы с вами прощаемся, говорим нашим зрителям спасибо за то, что вы смотрели нас. И просто до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok